Госдума может вернуть промилле уже на следующей неделе. Депутаты рассмотрят поправки о введении минимального порога, чтобы избежать случаев, когда водитель сел за руль трезвым, а из-за погрешности приборы показали долю алкоголя в крови. Поправка определяет, что состоянием опьянения будет считаться наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающий возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,35 и более грамма на 1 литр крови. В случае же наркотиков этот уровень будет устанавливаться правительством. Несмотря на то, что депутаты намерены отменить нулевое промилле после того, как измерения и исследования показали, что решение об отмене было необдуманным, премьер-министр, который, кстати, был одним из первых инициаторов его установить, несмотря ни на что, своего мнения так и не поменял. Я бы хотел напомнить всем, кто подзабыл. В советские времена никаких промиллей не было, и никто не ставил вопрос ни о точности приборов, ни о том, что мы хотим бокал другой пропустить, а потом за руль сесть. И норма о допустимости 0,3 промилле, она появилась всего несколько лет назад, а потом была отменена. Я свою позицию не изменил. За рулем пить нельзя. Особенно с учетом специфических привычек, присущих значительной части наших людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова